Друзья, отличная новость. В литературном квартале открылась выставка «Человек из ткани». Дедушки, бабушки, взрослые, дети, даже вот такие барышни есть благородные, крестьянские ребятишки. Все это люди из ткани, все это авторские куклы работы Светланы Мининой. Подробностями выставки с нами поделится заведующая музеем кукол и детской книги «Страна чудес» Объединенного музея писателей Урала Наталья Пономарева. Доброе утро! Доброе утро! Наталья, расскажите, как появилась вот такая идея выставки? Ну, у нас появилась идея создать выставку народной кукли, но мы решили несколько расширить эту идею и показать не только народную, но и авторскую куклу. Ага, и Светлана создает, мы знаем, свои куклы в необычной такой технике, мы видим ее, но расскажите, как она называется подробнее вообще, они очень интересны. Кроме того, что Светлана Александровна создает народных кукол, традиционных, безликих. Она еще создала свою технологию, что вообще очень трудно сделать с народной текстильной куклой, тем не менее, у нее это удалось. Она создает многие куклы из одного кусочка ткани и вообще без иголки, без шитья. Ох, да, вот эта белая коллекция, три куклы сегодня с нами, одна из них сделана из одного кусочка ткани и прихвачена буквально ниткой, только в руках, руки соединены ниткой. То есть можно их делать, даже если не умеешь шить, вот, пожалуйста, научиться можно этому. Или это очень сложная техника? Она не столько сложная, сколько, наверное, такой своеобразный дар Светланы Мининой. Она смогла до этого дойти сама, и у нее буквально из лоскута ткани в руках рождается такой человек. И сколько же времени занимает? Да, вот, казалось бы, ну, небольшая такая кукла, вот, какое времени, какое количество времени требуется, чтобы вот сделать такой шедевр? По-разному. Бывает, что она села, ушла в творчество и через час или три часа... Миллионы. А кто-то более вредный требует возвратить куклу и доработать на следующий день. У каждой свой характер, да, еще? Да, да. Вредничает. Это правда. А как вы давно ознакомы с творчеством Светланы Мининой? Что еще она делает? Да, мы знакомы давно, мы работали еще в традиционной народной культуре, и тогда и познакомились. Проводили мастер-классы для работников культуры, более таких простых кукол, для того, чтобы люди могли передать это умение своим ученикам, детям, взрослым. А что помимо, собственно говоря, кукол еще узнают посетители выставки? Будет ли что-нибудь еще? Да, в рамках выставки мы проводим мастер-класс по народной кукле. В том числе авторский мастер-класс Светланы Мининой будет проходить в рамках Ночи музеев 15 мая в 7 часов у нас в музее. Это невероятно мило, они, правда, как живые. А вот выставка рассчитана только на детей или взрослым тоже будет на что посмотреть? Да, безусловно, взрослые очень любят этих кукол. Они находят в них своих близких даже. Они настолько характерные, у них очень ярко выраженные эмоции и характеры. Это видно и по позе кукол, и по выражению лиц. Кто-то видит в них своих матерей, бабушек и внучек. Пожалуйста, здесь прямо выражение лица, я думаю, что говорящая такая парашня-крестьянка. Да, а планируется ли там мастер-классы, может быть, или только можно будет посмотреть? Да, мастер-класс будет, вот как я сказала, в рамках Ночи музеев. Ага, на мастер-класс авторский с Укланой Александровной. Да, да, да. Вот интересно. Ну, мы можем уже наблюдать, что взрослым куклы действительно так же нравятся, как и детям, возможно, даже и больше. Вот такой вопрос. Как вы думаете, на какую куклу Лера похожа? О, Лера, наверное, похожа, да, на вот эту благородную барышню. Да, вот с этими куклами понятно. Мы видим, что здесь еще есть другие модели, я не знаю, персонажи, героини, как это назвать. Вот это очень любопытно. Там какой-то секретик, да, есть? Да, это кукла с секретом, действительно. Идея ее не Светлана Александровна Мининой, но она подхватила ее от московского мастера Марины Ерманок и воспроизвела сама. В этой кукле четыре возраста женщины. Все начинается с девочки с игрушечкой. Дальше она превращается в девушку красивую с косичкой, а потом она становится уже женщиной, у нее появляется лялька, а потом она становится, конечно же, бабушкой. Вот такой красивой, благородной бабушкой. Очень интересно. Действительно интересно, да, чтобы не четыре куклы, да, ребенку. Вот это, пожалуйста, одна кукла и все в ней. Да, такой киндер-сюрприз. Это такое вот перевоплощение с традиционной куклы-перевертыша, где две куклы, а здесь целых четыре. Вообще-то в коллекции Светланы Александровны есть даже кукла с восемью головами. Ого. Спасибо вам большое за интересную беседу. Ну и, наверное, надо пригласить на выставку. До какого числа она продлится, как, где, что? Приглашайте. Приглашайте. Да, мы приглашаем всех в литературный квартал, в музей кукол и детской книги «Страна чудес». Выставка продлится до конца августа, так что вы успеете насладиться в полной мере. Спасибо большое еще раз. У нас в гостях была заведующая музеем кукол и детской книги «Страна чудес» Объединенного музея писателей Урала Наталья Пономарева.